Валюта Если цены на нефть упадут и возрастут волнения на нефтяном рынке, или будут проблемы в банковском секторе, мы начнем терять вкладчиков, и люди, возможно, будут искать альтернативную валюту. Тогда у нас будут проблемы, и это то, о чем больше всего беспокоится наше правительство. Москвичи выразили различные мнения по поводу того, что они будут делать со своими деньгами. Многие все еще сохраняют веру в рубль. У меня нет долларов, я их как-то никогда не собирала. Что делать? И все может, и то, и другое может пропасть. А много у меня денег нет все равно. Житель Москвы Юрий сказал, что он покупает евро. Правда, конкретных причин так и не назвал. Почему нет причины? Абсолютно. Никаких консультаций мне никто не давал. Интуитивно. Интуитивно, да, абсолютно. Просто пообщаюсь немножко с людьми, которые завязаны в сфере фондового рынка, финансового рынка. Они мне так толком ничего не сказали. А вкладывать в А4 облигации «Газпрома» мне не хочется, естественно говоря. Житель Казахстана Александр, хоть и русский, но запасаться рублями не хочет. Говорит, что полностью доверяет казахской валюте. У нас стабильно все. Поэтому мы этой валюте и доверяем. Напомним, что на прошлой неделе министр финансов России Алексей Кудрин заявил о готовности правительства покупать надежные акции на межбанковском рынке. На это уже пообещали выделить 500 миллиардов рублей. Пока же парламент рассматривает закон, который разрешит Центральному банку продавать акции на рынке.